Всем привет! Я думаю многие из вас знают, что станки с ЧПУ могут вырезать различные декоративные вещи. Такие как например эти часы со львами или такую вот сову. Если коротко, то фрица двигается в массиве заготовки, повторяя контур будущего рельефа, потом сдвигается на маленькое расстояние и начинает фрезеровать новую линию. И так далее много раз, пока не вырежет весь рельеф. И вот мне стало интересно, насколько же мелкими могут быть детали этого рельефа. Фрезеровать мы будем вот такое лицо. Модель называется маска робота гейши. Здесь есть крупные детали, лоб, щеки и мелкие, нос, губы, глаза. Начнем с размера модели 2х2 см, а потом будем уменьшать размеры и следить насколько хорошо различимыми будут детали. Фрезеровать будем двумя фрезами. Первая фреза спиральная, конусная, с закругленным кончиком. Радиус скругления 0,5 мм. Потом перейдем на гравер, у которого тоже скругленный кончик, но с радиусом уже 0,1 мм, что в 5 раз меньше. Для первой фрезы шаг будет 0,15 мм. То есть на 1 мм рельефа будет 6 проходов фрезы. Для гравера шаг будет 0,03 мм. И в 1 мм рельефа будет уже 33 прохода. У меня есть два станка, большой и маленький. Видео о них есть на канале. Вообще для работы с деревом я делал большой станок. Но сегодня он занят молодым специалистом, который не идет ни на какие уступки. Поэтому работать будем на маленьком. Тем более он более жесткий и легко отрабатывает перемещение в несколько сотых мм. Для начала, чтобы при обработке дерева было меньше ворса, нужно подготовить нашу заготовку из зуба. Назовем это термообработкой начального уровня. Просто подержим нашу деревяшку в старой духовке пару часов при температуре 180 градусов. Температуру регулируем, приоткрывая дверцу духовки. Теперь все готово и можем приступать к фрезеровке. В принципе, все неплохо с детализацией. Даже ноздри видно. Но вскрылись внутренние дефекты самой древесины. Хотя результаты термообработки порадовали. Нет никакого ворса и практически не требуется постобработка. Ширина лица здесь примерно 12 мм. При фрезеровке идет не стружка, а просто какая-то дубовая пыль. Уменьшаем модель в два раза. Модели небольшие, поэтому на фрезеровку уходит минуты полторы. Здесь уже детализация хромает. Да еще и все лицо попало на дефект древесины. Но на самом деле вживую все выглядит гораздо лучше. Ну и вроде бы смысла нет, но все-таки уменьшим модель еще в два раза. Видно, что для такого размера модели эта фреза уже не подходит. Получается что-то отдаленно похожее. Но мне кажется, если не знать, что должно получиться в итоге, то можно и не догадаться, что это лицо. Поэтому меняем инструмент и фрезеруем сразу модель с шириной лица в 6 мм. Как говорится, результат на лицо. Большие углубления в глазах так и должны быть. Просто большая фреза не могла их обработать. Смело уменьшаем модель еще в два раза. Обработка окончена, но без приближения ничего не понятно. А здесь видно, что все получилось. Ширина модели 2,5-3 мм. А это уже примерно размеры рисового зерна. Поэтому уменьшим модель еще немного и попробуем. Выбираем подходящее зерна риса. Приклеиваем на суперклей и будем пробовать. Пока шла обработка, было непонятно. Я даже думал, что ничего не получилось. Но когда я вынес заготовку из мастерской на солнечный свет, то понял, что ошибался. Просто структура риса полупрозрачная, поэтому рельеф лучше видно при определенном угле освещения. У человека бинокулярное зрение и мозг, анализируя изображения левого и правого глаза, которые немного отличаются, строит в голове объемное изображение. И я прекрасно вижу рельеф. Камера так не умеет, поэтому попробую показать результат, поставив источник света под углом. Видно, конечно, не очень, но на самом деле все мелкие детали присутствуют. Так что можно сделать вывод, что мой станок вполне может обрабатывать детали, которые едва различимы невооруженным взглядом. Хотя есть граверы с еще меньшим кончиком, но мне кажется, что это уже лишнее. Ведь вы все равно не увидите разницы. И чтобы лучше было видно, я покрасил результат фрезеровки черным маркером, но похоже, немного перестарался и отломал кусочек носа. Теперь это лицо выглядит прям как у сфилца. Ширина лица здесь примерно 2 мм, даже немного меньше. Ставьте лайки все, кому понравился ролик и всем пока.